Ирина Головина и Лилия Андреева со своими мужьями Василием и Александром каждый год 26 апреля приходили к памятнику ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в молодежном парке. Но в 2011-м Александр скончался, через пять лет не стала его кума Василия. Теперь вот ходим с подругами, так сказать, почтим память, поплачем. Легко не бывает, но, наверное, эти встречи что-то дают. Что у вас там говорит? Взрыв внутри, на лавном корпусе, 3-й и 4-м между, 3-й и 4-м. А там люди есть? Все, поднимай на отсюда. В 86-м году в ночь на 26 апреля на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, который полностью разрушил реактор. В СССР сообщили о трагедии лишь 4 мая. От взрыва и притушения пожара погиб 31 человек и более двух сотен попали в больницы. Всего же, по неофициальной статистике, в Украине от радиации умерли 15 тысяч человек. В Харькове память ликвидаторов почтили возложением цветов. Но все выполнили свой громадский обязан для того, чтобы обеспечить будущее и надавать жизнь нашим поколениям. Эта трагедия и присмок Чернобыля мы чувствуем и сегодня. Но наш с вами обязан помнить тех, кто поклав свое жизнь, и благодарить тем, кто сегодня вместе с нами. В ликвидации аварии участвовали 35 тысяч украинцев. Из них почти 11 тысяч – жители Харьковщины. Валерия Боева отправили в Чернобыль в командировку. «Призвали, сделали, гнали, конечно. Там больше трех часов работать нельзя было. Мы по 12 работали, по 18, потому что 1 мая. К 1 мая надо же там премии начальству получить, все это сдать, как у нас было положено тогда. Ну, последствия какие-то, что, приехали сразу все. Начало всех колбасить в разные стороны. Никто не знает, что к чему, от чего. А потом уже, это все же было засекречено. Никто не знал, как оно на здоровье окажется. После трагедии Вячеслав Битков проработал на Чернобыльской АЭС еще 11 лет. Родом мужчина из России, но сейчас живет в городе Славутич на Киевщине. Чтобы обозначить работу, начать работу всех энергоблоков, надо было создать какой-то мощный коллектив, единый. Была текучка, не знаешь, с кем будешь работать в следующую вахту. Но, тем не менее, постепенно, постепенно администрация станции сформировала все-таки коллектив. Сегодня в Припяти ровно в час 24 ночи, именно тогда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС, люди зажгли 32 свечи по количеству лет с момента трагедии. Юлия Бойко и Дмитрий Герасимов, Медиагруппа «Объектив».